Дорогие уважаемые члены жюри, а вы родители и преподаватели? Преподаватели. Дорогие преподаватели, дорогие наши детки. У нас вот замечательный конкурс словесности. Вы знаете, сейчас идет война. Причем вот то, что идет на Украине сейчас война, это даже не война, это просто спецоперация, то есть защита русских людей, русского мира. Ведь вы знаете, что враги наши, американцы, натовцы, как они называются, эти бендеровцы, они хотят русского человека с русским человеком столкнуть, чтобы были кровопролеть, и как можно больше русских людей погибло. Но это частная война, это освободительная война. А еще нет войны и на уровне культуры, на уровне образования, эти психотропные войны, биологические войны, вот недавно были эти коронавирусы, это тоже война. Сейчас только началась спецоперация, сразу как-то и здоровье у всех прибавилось. Поэтому мы должны воспитывать, вот вы маленькие дети, мы хотим, чтобы вы были тоже воинами. Не в смысле оружие брать, а в смысле знать, что такое наша Родина, любить нашу Родину, защищать нашу Родину, на всех площадках, на литературных, на общественных, вырастите, защищать, быть защитниками в сердце. То есть когда мы любим и исповедуем, это вот наша уже сила и оружие. Вот мы вот в море, в Сазарной Святой, священники, монахи. Поэтому желаем вам побольше узнавать наших героев, героев на порядке сражений, героев литературных, героев на уровне культуры, искусства, ученых и так далее. То есть знать этих наших героев, лицо святых, которые достигли неба, это вообще самые главные герои. Преподобный Сергий Радонежский, Александр Меский и так далее. Надо их знать, надо их любить и подражать нашим героям. Вот сегодня мы в Органде тоже были, сегодня провожали нашего дальнегорца «Вечный путь». Отпевание было, вот я как сказал, было отпевание было. Пять священнослужителей, еще много церковных служителей мы отпевали. Владислава Овчинникова, он умер на полях сражений за Дальнегорск, за Приморию, за Россию. Так что, слава Богу, что у нас есть такие замечательные войны. Вам желаем добрых выступлений и по возможности поддержки. Спасибо за Божьей помощи.